Доброе утро! Сегодня второй день пребывания в Греции. Мы проснулись в 7 утра. Сейчас идем на завтрак в отеле и затем мы поедем на Метеоры. В общем, очень классное и красивое место. Позже вы его увидите. Из Костреи в Каламбагу мы ехали 2 часа и решили заехать в иконописный центр. Здесь пишут иконы. Очень интересно сейчас посмотреть весь этот процесс. Это... О, не-не-не, спасибо. Это сок, это вино, а это... Обалдеть! Везде верю. Сок. 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 В какой-то момент у нас было, чтобы неизвестно ягодой. Волчьей ягодой. Нет, это не волчка. Стать волчатой. Это ежевика. Или что это вообще? Жемалина. Жемалина. Какая вкусная. Отдайся, что у тебя в руке. Ага. Ну отдай. В смысле отдай? Отдайся, что у тебя. Зacions. З müsstай. Второй Tuesday. Дом. РазбелMPом тела. Тор mirooqy. Снегути, другой классик. И представляете, тысячу лет назад его начали строить. Постепенно, постепенно и возлигли вот такую красоту. Над Коломбакой, всего в трех километров от нее, возвышаются массивные величественные метеоры. Сталы метеоры. Посмотрите, какие они огромные и невероятные. Уникальное геологическое явление с построенными на их вершинах монастырями. Это главная достопримечательность и одна из самых ярких достопримечательностей Греции. Комплекс метеоры, второй по значимости центр православия в мире. Совсем недавно в монастыри святой метеоры были включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас мы поднимаемся в монастырь Святого Варлаама. Когда есть грамотный гид, тогда очень интересные экскурсии проходят. Потому что вот так самим что-то находить, догадываться, додумывать не очень интересно. А когда человек рассказывает об этом, это, конечно, здорово. Потому что обычно людям здесь есть что рассказать. То, что из истории узнаешь для себя новенького. Ну, то, что они сказали, что надо не о костях думать, а о душе. Мы заехали в сам город Коломбага, чтобы пообедать. Сейчас зайдем в таверну. Хочу показать вам, что здесь как бы очень много людей. Все сидят без столиками, обедают. И на самом деле очень мило. И город Коломбага, он маленький, но очень-очень миленький. Здесь, получается, домики стоят и прям под метеорами, прям под скалами эти домики, ресторанчики, кафешечки с такими милыми балкончиками, цветочками. Хочется отметить, что во всех ресторанах здесь, ну, на скатерти, на самой основной лежит бумажная салфетка, тоже большая, как в скатерти. Это очень удобно, ну, то есть, запачкали, сразу убрали. И всегда во всех ресторанах вам дают попить воду. Когда вы сядете, они вам понесут. И водку. Да, и водку есть. Она похожа на самогонку, такая. Сладно дает. Для любителей. В общем, мы заказали греческий салат и жареный сын. Мясо тушеное. Котлеты. Перегрелось на солнце. Вот можете посмотреть, какие цены здесь в таверне. В евро. Ну, вот паста давайте. 7-8 евро паста. Кстати, греки очень любят употреблять орешки разные. И в основном, я заметила, семена тыквы очень любят. Кстати, они очень полезны, семена тыквы, потому что магния в них. За горшком. Кошка! Да вы черные все! Какие красивые! Четыре черных кошки, я в шоке. А ты отличаешься, да? Ты черный лебедь! Я что, на руки не беру? Все такие дикие, смотри. Да вы такие красавчики! Вы что, что клонировали? Вот такой у нас номер. О, видушка! Буськом, блинец! О, яблочки! Яблочки? Ого! Классно! Пойдем посмотрим. Ух ты! Территория этого отеля 1800 гектар. Очень большой отель. Очень красиво. Здесь даже есть остановка такси, водного такси. Можно отсюда садиться на водное такси и ехать куда-то в воду. Там вообще куда-то. Как называется отель? Может, я так и не сказала. Как называется? Порто Карас. Порто Карас. Отсюда можно прям сразу прыгнуть туда? Нет. К соседям только. Завтра будет... Я там этажешь идем. Потрясающий завтра вид будет. Порто Карас, который находится на полуострове Халкидики. Сейчас мы идем на углу. Здесь повсюду, но углу. Они нам здесь поставили две бутылки вина. В этом отеле огромный холл на каждом этаже. Здесь можно на роликах кататься или на скейте. Спустились на нижний уровень. Смотрите, здесь даже магазины есть. Потом, что здесь есть? Бутики. Говорят, что здесь есть даже супермаркет, рестораны. Очень большой здесь ресторан. Опять мы будем расти жопкой. Ой, желе. А то я завтра все на мусорку машу. Надо все съесть срочно, да? Мороженое, Вола. Фрукты. Пицца. Ужас. Сколько еды. Как не поправиться? Мясо. Если честно, я до сих пор не отошла еще после сытого обеда. Поэтому на ужин я взяла себе только овощи, сыр и немного рыбы. Потому что, ну, если честно, не очень хочу кушать. Паркетитария этого отеля действительно огромная. Вот мы прям гуляем здесь. Яхты стоят, рестораны. Так интересно. Красиво очень. Целый город. Или мы в городе вообще? Я не знаю. Это все отель? Да. Обалдеть. Уже так охота спать. Но мне нужно редактировать видео для вас. Сколько у меня? Сейчас. Здесь даже кинотеатр вон. Бесплатный. Кунг-фу панда показывают. Все. Второй день наш подошел к концу. Мы ложимся спать, потому что очень устали. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok